На востоке Украины гибнут мирные люди. 279 человек уже в этом скорбном списке. Четверо из них дети. Такие данные на 1 июля приводит начальник управления по вопросам здравоохранения Донецкой области Елена Петряева. Чиновница говорит лишь о тех, в отношении кого была проведена судебно-медицинская экспертиза. Но есть и другие цифры. Только в одной Донецкой области от осколочных ранений детей погибло в 10 раз больше 40 человек. Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева. Потери среди воюющих подсчитать еще сложнее. В среду Киев сообщил, что с начала спецоперации погибло 200 силовиков. А по данным пресс-центра ЛНР только вчера в боях под Луганском украинские силовики потеряли 130 человек. Тем же отвечают и представители информационного сопротивления. На них часто ссылаются украинские силовики. По их данным, только 4 июля в районе Николаевки погибло 150 ополченцев. Очевидно одно. Люди гибнут со всех сторон. И больше всех гибнут мирные жители. Сегодня украинские силовики объявили о том, что в Славянске и Краматорске развиваются желто-голубые флаги. Города заняли бойцы Национальной гвардии и регулярной армии. Сторонники самопровозглашенной Донецкой народной республики отступили. Как сообщают в пресс-центре войсковой операции, сейчас в захваченных городах восстанавливают инфраструктуру, налаживают поставки продуктов, питания и питьевой воды. Сейчас штурмы ждут в Донецке. Накануне президент Порошенко распорядился продолжать операцию. По его словам, ситуация на востоке Украины по-прежнему тяжелая. Наш корреспондент Александр Леоненко о том, что происходит в столице Донбасса сегодня. Сегодняшнее утро в Донецке для нашей съемочной группы началось вот так. Одна из последних гостиниц в городе закрывается. Нас попросили срочно покинуть свои номера. На входе объявление с формальным текстом закрыто по техническим причинам. На самом деле и вода, и газ в отеле есть. Просто гостиница находится в одном квартале со штабом службы безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики. И здесь все понимают, что в случае артобстрела первые снаряды полетят сюда. В последнее время в городе и так было немноголюдно. А после того, как вооруженные сторонники независимости оставили Славянск и Краматорск, город и вовсе стал стремительно пустеть. Закрываются кафе, магазины, не работают банкоматы. В столице Донбасса все больше вооруженных патрулей. Весь славянский гарнизон после выхода из окружения разместился в Донецке. Говорят, сдача Славянска была мерой вынужденной. А вот из Донецка отступать уже некуда. Город, по сути, в кольце. Мы, ополченцы города Краматорска, духом не падаем. Мы вышли из города для того, чтобы сохранить жизни мирных детей, жителей, детей и женщин, которые остались в городе. Которые нас поддерживают и ждут нашего возвращения. У нас боевой дух поднят очень сильно высоко. Не менее серьезно настроены представители другой стороны конфликта. Официальный Киев не намерен останавливаться. Войска антитеррористической операции будут степ-бай-степ продвигаться, зачищая территорию от террористов. То есть мы не можем позволить себе оставить в тылу какие-то группы бандформирований. Поэтому это происходит методично. Квартал за кварталом осматривается территория, разминируется. Выявляются огневые точки. Если они остались, подавляются. Идем дальше. Учитывая тактику, которую применила украинская армия в Славянске и Краматорске, это авиаудары и артобстрелы, жители Донецка не питают иллюзии относительно своего будущего. Люди в страхе покидают город. Жену и ребенка отправляем на западную Украину, пока бомбежка пройдет, чтобы там пока побыли. Переждали. Да, переждали. Там уже нельзя, не нашел. А то ребенок просыпается, взрывается все. Сегодня относительно безопасно можно покинуть окруженный Донецк только по железной дороге. Рейсовые междугородние автобусы не ходят уже неделю. На частном авто и вовсе выезжать смертельно опасно. Вероятность попасть под обстрел очень высока. Вокзал Донецк еще вчера одно из самых оживленных мест города. Сегодня здесь людей все меньше. Все, кто мог и кому было куда уехать, уже покинули Донбасс. В кассах билетов практически нет на отправляющиеся поезда. Город словно замер в ожидании бомбежки. Александр Леоненко, Александр Малеев и Никита Кулаков. Вместе. Украина. Донецк.